Генерировать такие мейлеры, которые будут писать текст определенный и подставлять в эту ссылку сразу нужные айдишки. Когда я нажимаю руками, она автоматически генерится. Соответственно, когда я пишу, то я должен генерировать эту ссылку при клике, на которую пользователь добавится в друзья или куда-то перейдет. Ну и, соответственно, тест тоже это может сделать. То есть мой тест, он писал сообщение и в конце была ссылка «Нажмите сюда, чтобы добавляться в друзья». И при нажатии на эту ссылку подставлялась там, она, основная часть была там статическая и две айдишки, там моя айдишка и айдишка пользователя. Они подставлялись и при нажатии пользователя как бы сразу добавлялся в друзья. И вот такой, да, в целом, как один из способов или там из моего опыта какой-то. То есть как вот можно автоматизацию немножко нестандартно использовать и вот довести ее практически до какого-то фото, который будет делать то, что вам нужно. Вот, ну и начнем с того, что рассмотрим инструменты, которые нужны будут. То есть если мы говорим об автоматизации, то это будет написание кода. То есть скрипты – это по сути код, программирование немножко, но это не то программирование, которое нужно для написания приложения. Для написания приложения нужно знать очень много всего и плюс дополнительные фреймворки, которые чего-то делают, в которых очень много методов и все эти методы нужно знать. Если мы говорим об автоматизации, то это базовый уровень понимания и написания кода. То есть мы должны понимать, что такое там метод, что такое объект. Вот, то есть базовый уровень написания кода. Инструменты Java Development Kit – это как раз вот та база, то есть если мы говорим о популярных языках, то на самом деле сегодняшний день это Java. И в компании DataArt у нас больше 50% где-то проектов на Java, автоматизация которых на Java. И в Main Academy тоже курс рассчитан на Java. Дальше Maven – это сборщик проекта. У нас есть код, который мы напишем, который мы пишем. То есть это вообще очень такие базовые вещи. Также есть инструменты, которые помогают как раз-таки открывать браузер. Чтобы эти инструменты не подключать вручную, существует вот такой вот инструмент Maven. Мы просто указываем, что нам нужно. Например, Selenium – инструмент, который отвечает за взаимодействие с браузером. Мы указали Selenium-версию, и он его просто автоматически подключает к проекту. Не нужно ходить, чего-то выкачивать, чего-то добавлять. IntelliH IDE – это как раз тот инструмент, в котором мы пишем код. То есть понятно, что код можно писать в код в блокноте. Открываем блокнот, пишем какой-то код, потом он будет выполняться, все будет окей. Но есть инструмент IntelliH IDE, который как раз-таки помогает. Ну, вы увидите, я сейчас буду это делать все. В который удобно писать код, переходить по разным методам. И в целом навигация по коду очень удобная. Сразу какие-то предложения, если мы начинаем метод писать, нам предлагается, что уже метод есть. Выберите из списка. Firefox. Ну, на самом деле, здесь может быть любой браузер. Собственно, Firefox просто взят то, что мы сегодня будем пробовать рассматривать. Можно и Chrome, можно и Internet Explorer. Подключать любой браузер можно без проблем. И, собственно, сам Selenium, как я говорил, он подключается через Maven, Selenium WebDriver и PageObject PageFactory. Selenium это тот инструмент, который взаимодействует с браузером. PageObject PageFactory это больше к тому, как мы будем написать код. Например, у нас есть страница на сайте, эта страница будет равняться одному классу. Соответственно, если мы тестируем 10 страниц, у нас будет 10 классов. Это подход к тому, как мы будем структуру кода строить. Можно просто есть на этом этапе. Сейчас хочу перейти как раз. Какую версию GDK качать? Можно последнюю. Восьмую. На девятую жизнь. Девятую? Окей. Да. А в чем удобство использования WebDriver перед, допустим, того же посылания запросов и прочее? То есть написать скрипт, не управлять WebDriver через Firefox? Можно, да, пакетами, то есть на HTTP уровне. Можно и так. Если мы говорим о WebDriver, то это эмуляция реальных действий. В плане тестирования используется WebDriver для того, чтобы предотвратить, например, можно... Какая-то кнопка есть, да, она некликабельна. Но при этом в JavaScript ее кликнет без проблем. То есть мы раним какую-то JavaScript команду, которая говорит элемент .click, она... То есть элемент кликнется, и какое-то действие выполнится. При этом настоящий юзер не может это кликнуть. Так же самое через HTTP. Мы посылаем... Ну, во-первых, через HTTP запросы мы не сможем кликать как бы на ссылки и проверить, что они кликабели. То есть в плане проверок, то есть через HTTP мы можем, ну, скорее, какие-то действия эмулировать вот как раз для бота. Это еще подходит. Если мы говорим в рамках тестирования, то уже в рамках тестирования HTTP это запрос-ответ будет. Без эмуляции каких-то переходов по страницам разным. Еще вопросы? Окей, тогда... Ну, небольшая демонстрация. Написал тест, как сегодня было, да, то есть в чем заключается бот. Ну, здесь такой очень-очень простой пример, да, вот я сейчас зарану, мы посмотрим. Ну, то есть я вот нажал кнопку Run, да, открылся браузер. И сейчас перейдет на OLX. Пока открывается, что интернет не супер быстрее. То есть он перейдет сейчас на OLX, ведет определенный запрос. И по этому запросу ему откроется страница с результатами, и эти результаты он нам выведет в консоль. То есть это такой базовый-базовый уровень, чтобы не хотелось сильно там в коде чего-то замороченного писать. То есть там можно, чтобы не перегружать, да, там можно все вот эти вот данные сохранять в XLS, то есть в Excel. Формирует таблицу, у которой будут, например, там какие-то товары, какая-то цена и сразу ссылка на этот товар. При этом с помощью автоматизации, ну, то есть там открылось окошко, он его закрыл, и сейчас он проходится по странице с результатами. Он ввел Tesla Model X, есть результаты, он сейчас по каждому результату проходится, достает название плюс цену, и, ну, я же пока сделал, что он ее выводит в консоль. Видно, не видно? Ну, и сформировал такой лог, который там, да, вот Tesla Model X, S85. Вот эта вот часть, она статическая, продают за, и статическая часть ссылка. Все остальное берется с сайта, то есть вот он говорит, что вот такой вот продают за какую-то цену, ссылка вот такая вот. Да, и вот он все, все, что было на сайте, он вывел текстом, при этом, вижу, он может сразу сохранять это либо в TXT, но не очень удобно, формировать таблицу и в таблице сохранять вот нужные параметры. То есть фактически это спайдер, который может искать там информацию по ключевым словам, там, например, Херсон, Митинг. Да, то есть это можно искать информацию, можно вводить какие-то, ну, например, мы делаем какой-то поиск, дальше, грубо говоря, вытаскивать с одного сайта информацию и переносить ее на второй сайт. Ну, это не самый лучший инструмент для этого, но, как бы, возможность такая есть. То есть есть инструменты, которые делают это более, там, просто. Вот, как это выглядит в коде? То есть у нас есть то, что я говорил, IntelliJ IDE, оболочка, в которой мы пишем код. То есть вот он 7... Как в идеале выглядит тест? То есть у нас есть класс, я его назвал OLXTest, в котором есть тест. Вот аннотация тест, это определяет, что вот данный метод является тестом. Дальше, собственно, название метода, getDataFromOlX. И вот эти вот, то, что внутри, это те действия, которые выполняются во время теста. Ну, естественно, это все, как бы, написано, вот эти вот действия, они все написаны руками. То есть потому что это непосредственно касается OLX. Сайт-навигатор, это создал класс, в котором он что делает. В этом классе сайт-навигатор есть метод OpenOlXPage. Собственно, сюда мы передаем URL, дальше говорим его «Разверни окно». Ну, и дальше говорим, что если какое-то действие не выполняется, например, клик, что на протяжении 5 секунд, вот тут указан опять же, чтобы он пытался его сделать. Например, страница чуть-чуть не успела прогрузиться, мы пытаемся кликнуть на элемент, тест будет падать. Если мы на протяжении 5 секунд это пытаемся сделать, то страница загружается там, и все происходит нормально. Вот, и есть у нас, собственно, сама OpenOlXPage метод, он откроет страницу, и мы можем взаимодействовать уже с элементами страницы. Но я сейчас покажу это уже немножко на примере вот здесь. Вот у нас есть OLX. Как он понимает, чего, куда вводить? Ну, что вводить, я ему передаю, да, я там писал Tesla Model X, это прямо вот в коде есть, вот в этой части. SearchFor, Tesla Model X. При этом, что происходит в методе SearchFor, откуда он делается? То есть метод написан, он пишется автоматизатором. Как он определяет, какие поля, и что с ними делать? То есть у нас вот в данном примере играют роль два поля. Это input, в который мы вводим определенное значение, и поиск, который он нажимает, чтобы, собственно, найти то, что нам нужно. Сейчас вопрос можно, пока они далеко не зашли. Получается, он куки, когда отправляют через веб-драйвер. То есть куки идут в браузер, а не веб-драйвер. Куки, а при чем куки? Ну, допустим, если мы будем парсить в Элмарт или тестить в Элмарт, у него там для подключения он говорит, типа, чувак, давай мне подсунь куки браузера, иначе мы не будем с тобой работать. А, ну да, если HTTP мы говорим. А если мы говорим через браузер, то это реальный браузер. То есть он реально в браузер куки бросает? Да, да, да. То есть он реально в браузер бросает куки, при этом, если мы логинимся пользователем, то его сессия остается на протяжении всего теста, при этом куки тоже можно вытаскивать и работать с ними в ходе. Даже так и разрешает, да, выбирает? Да. Только там, по-моему, аккаунт для браузера другой, да? И аккаунт пользователя. Не, по-моему, аккаунт пользователя подсовываешь, и он должен его, ну... То есть у нас сейчас есть куки, да, какие-то на сайте, мы можем их вот тут, собственно, и глянуть сразу. Ну, на ОЛЕКС он для авторизации ничего не использует, ну, тут тоже есть там определенный токен он выдает, session ID, и определенные там куки, которые ему нужно, ну, он, собственно, в куках чаще всего ориентируется, кто пришел, откуда пришел и что он делал на этом сайте. Вот, эти куки тоже можно поставлять, эмулировать различных пользователей, доставать, работать с ними в браузере, о, в коде. То есть мы делаем Selenium, get cookie, он там доставил нам все куки. Так же самое поставлять куки можно. Как это работает на примере? У нас есть сайт, который мы тестируем, и там, вот как здесь, да, он при... Ну, сейчас, сейчас я открою. Захожу на OX. Делаю поиск. В первый год я ничего не трогаю, да, он... А, нужно что-то ввести какой-то запрос сейчас. Ладно, я понял, что, потому что здесь я приватная открыта уже, и он с нее куки уже подтянул. Вот в тесте кто успел заметить, он overlay делал такой черный и говорил, типа, вот у нас есть доставка наша, типа, обратите внимание, и такой значок закрыть был. Вот. Это возникает только первый раз при первом открытии браузера. То есть, пользователь первый раз заходит на сайт, сайт видит по куки, что у пользователя еще ни разу не было, и он сразу ему что-нибудь показывает. Либо зарегистрируйтесь, либо там, вот здесь, обратите внимание, что там есть доставка. При этом можно в тесте подставить эти куки, то есть, симулировать, как будто пользователь не первый раз прошел, а там уже сто раз был на сайте. И какой-то функционал не будет отрабатываться. То есть, ну, то, что нам не нужно, то, что нас блокируют в данном случае, да, вот я при поиске выскакивает вот этот вот, экран перекрыт, да, и значок закрыть. При этом я тестом нажимаю закрыть. Если я поставлю туда, перед тестом поставлю куки, то этого вообще не будет. Сейчас прожить с собой. Может, все пока вопрос. То есть, этот веб-драйвер, вот это все может моделить. То есть, ему туда в него подкинул, а он уже сам начинает с браузером. Да, веб-драйвер у него какие есть методы взаимодействия с браузером. То есть, он может открыть браузер, может перейти на нужную ссылку, может в нужное поле ввести нужный текст, кликнуть на поле. Ну, если дальше там более 20 штуки, то есть, он перетягивать элементы может. То есть, нажал кнопку, взял элемент. Ну, вот эта вот вещь, да. Она появляется только тогда, когда пользователь первый раз заходит на OLX и делает какой-то поиск. Вот. Если я закрываю, то ее уже, если в следующий раз, при следующем поиске, уже, то есть, да, экран перекрыт полностью, я ничего не могу кликнуть, пока вот я не кликну, да, закрыть. В веб-драйвер я могу поставить куки. Я думаю, что я не новый пользователь. И вот это вот не будет всего появляться. Так. Ага, вот элементы. Как мы находим... А, в веб-драйвере еще можно доставать HTML, но, как бы, сказать для проверки, что в HTML есть что-то. То есть, либо скрипт какой-то определенный, либо метатеги. Вот такие вот возможности. Вот. У нас есть страница, она является, собственно, HTML-страница, и мы можем взять ее в разметку, посмотреть вот здесь вот там, либо M12, либо есть специальный инструмент Firebug, который показывает, собственно, все, что у нас есть на странице, и все скрипты, которые есть здесь в том числе. Любой элемент можно здесь подсветить. То есть, мне нужен input, я подсветил его, вот он, собственно, этот input. И дополнительно вставится плагин Firepath, который сделает все то же самое, просто в нем есть возможность этот input найти по определенным атрибутам. То есть, у меня есть input, в который мне нужно ввести текст, я его нахожу вот таким вот образом. Видно, не видно, не видно. Ага, тут не забывается. Вот, я его нахожу таким вот образом. Либо же он предлагает, либо же, то есть, четко есть ID равно search text. Либо же я там сам могу написать. Ну, в данном случае он выглядит нормально, иногда выглядит там очень таким длинным и со многим количеством зависимостей. То есть, вот таким вот образом понимает тест, с каким элементом взаимодействовать. Он берет вот локатор этого элемента первого, ну, кнопки search у нас нет, сейчас я вернусь. Нет, таким же образом берется... Сейчас прогружается. Таким же образом берется локатор кнопки search. Дальше, после того, как мы взяли локаторы, вся остальная часть происходит в коде. То есть, вот если мы берем метод searchfor, что он делает? Он берет локатор, вот то, что я взял, да, мы прописываем сюда его, что у нас есть headerSearch, ну, это поле search, и searchButton, это, собственно, кнопка, на которую мы хотим кликнуть. И метод searchfor пишется, в котором... модель S, Tesla Model S, и searchButtonClick, то есть он кликает по, собственно, кнопке и получает результат. Что можно, для примера, еще сделать? То есть он, первый метод, он делает поиск, второй он кликает close, если present, то есть если у нас есть, ну, overlay и close, иконка, он на нее кликнет. Если ее нет, то он, как бы, пойдет дальше. И getAllResults, здесь он выводит вот эти вот все результаты, которые внизу нам вывелись в текстовом формате. То есть какие возможности, да, мы можем отсортировать. Ну, понятно, что можно это сделать на OLX, сделать какую-то сортировку по цене, там, по чему угодно. Точнее, по чему угодно, как раз можно в тесте сделать на OLX, то то, что есть в фильтрах, мы можем отфильтровать. Вот. Если, например, у нас нет фильтров, либо же нет нужных фильтров, либо же мы хотим вот конкретно по цене что-то самое новое и самое дешевое, можно это сделать так же само в автотесте, который возьмет все данные, все результаты, которые мы вернулись. Из этих результатов будет выводить только те, которые там содержат определенные условия. К примеру, у нас есть getAllResults, который берет все результаты и выводит их в таком формате. Что здесь происходит? Я не буду здесь сильно углубляться, я в целом расскажу, да, вот эта вот часть SystemOutPrintLand, это вывод информации в консоль, вот это, что мы видим. Дальше он берет результат под номером 1, ну, то есть все перебирают сначала 1, 2, 3. Дальше вот эта часть продают за, она статическая. Следующая цена, которая так же само берется для этого же номера. И ссылка тоже, опять же, берется с результата для этого же номера результата. Что можно сделать? Это можно, к примеру, поставить ограничения по цене, то есть добавить сюда условия, что у нас есть... Там какая-нибудь условия цена выше, да? То есть метод просто раньше вызывался, сейчас он будет вызываться с поиска, для поиска уже ценой выше какой-то определенной. То есть у нас цена есть... Тут проскакивают цены там миллион, два миллиона, а также попадали сюда всякие вещи, типа там продам стекло, запчасти там и так далее, да? И это стоит там несколько тысяч. Задача, например, отфильтровать то, что стоит там меньше миллиона. То есть это пока переменная. И здесь в переборе, когда он выводит, перед тем, как вывести, мы можем сказать ему, что если у нас... То есть он берет текст, в котором есть не только цена, но и лишние символы. Там есть пробелы, которые можно убрать таким вот образом. Все пробелы он просто убирает с текста. А также есть... По-моему, ГРНы там идет. ГРНы. Заменяем. Реплейсол он заменяет все вхождения ГРНы на ту же пустоту. И тут можно поставить условие, то, что он уже получил после вот этого выполнения. Но я сейчас не углубляюсь, потому что это будет либо же на курсах, либо же можно почитать дополнительно дома, как вот это вот все с текста перевести. То есть это на данный момент текст. И мне нужно перевести его в цифры. То есть я думаю, кто немножко работал в... связанный с программированием чем-то, да, знает там интежер. Это у нас цифры. Стринг это, собственно, текст какой-то. И вот если у нас есть текст, нам нужно сделать с него цифру. Есть такая возможность сказать integer parse int, и он вернет нам... С текста сделает цифру. А дальше мы уже говорим, что вот это вот... Он берет текст... То есть что он делает? Берет текст, берет цену. Убирает все пробелы, убирает все вхождения ГРНы, получает цифру. И он проверяет, что эта цифра больше той, которую мы передадим. И если да, это как условие, то он выведет это нам в консоль, либо же может сохранить нам нужное место. Вот. Теперь в нашем тесте get all results. Я передаю ему, что, например, нам нужен все, что выше миллиона. Три, раз, два, три. А вот этот search for, то есть он отрабатывает как клик, не как, допустим, если пользователь не моделирует нажатие enter. Не, он может еще... Он может enter. То есть там можно добавить функцию, грубо говоря, да? Там можно кликать на элемент, а можно... Там есть send case и просто мы говорим, какую кнопку ему передать. То есть там есть case enter и мы передаем, и ему эмулируется нажатие enter. Не обязательно кликать на кнопку, кстати, да. Ну, пока он будет открываться, я могу это просто таки показать. Ну, то есть у нас есть search input, мы на него кликаем, вводим текст и потом кликаем search button сейчас. Можно взять вместо клика на search button написать search input, то есть в этот же input сделать send case, сказать case и любую кнопку, как бы, да, enter, control, alt, то есть любую кнопку клавиатуры... Ну, там уже есть кнопоковый класс, его даже прописывают. Да, да. А, даже... Это selenium, да, грубо говоря, уже написано? Это... Да. Org, open case, selenium. То есть то, о чем я говорю, есть какие-то вещи, которые мы пишем здесь вот в коде, а есть какие-то вещи, которые у нас уже, которые мы... Инструменты, которые мы подключаем вот через Maven. Мы подключили selenium, в котором есть вот взаимодействие с браузером, плюс все, что нужно для этого. То есть дополнительные всякие классы и всякие конфигурации. То есть можно запустить браузер с чистой сессии, как он сейчас делает, можно ему профи какой-то передавать. Так же самое можно там скачивать. У нас есть кнопка скачать, мы можем скачать, сохранить сразу какое-то определенное место. Тоже, грубо говоря, если нам нужно походить, чего-то поскачивать по сайту, в зависимости от сайта, или посохранять там картинки какие-то, это все так же самое можно сделать. Он берет любые ссылки, работает как с ссылками, с картинками, с любыми файлами, и может их сохранять, и так же само закачивать на сайт тоже. Ну, что за цена там? И рисовывать. Может, есть вопросы, либо может, есть пожелания чего-то попробовать сделать. То есть для того, чтобы попасть, ну, логично рассуждаю, да, чтобы попасть на курс, желательно иметь какой-то бэкграунд в программировании. Нет, на курсе как раз это будет рассматриваться все. На курсе, самое-самое начало, это вот установка IDE вот этой вот, да, вот этой вот программки, где мы пишем код. Как пишутся методы, ну, как, то есть, что это такое, да, что такое паблик, что такое лэкспейт, что такое серчок. Полностью-полностью весь синтакс из вот начала до конца рассматривается. То есть, грубо говоря, в данный курс входит, входит уже основы программирования. Они предусмотрены, они рассматриваются в данном курсе. То есть первая часть это общие какие-то вещи по автоматизации, немножко теории, да, это первое занятие буквально. Потом основа программирования, потом работа, то есть у нас есть, мы пишем код, куда его девать, да, мы его коммитим, мы его сохраняем в определенном месте. И вот как вот это вот сохранение работает. Ну и дальше, последняя часть, это сосредоточимся на автоматизации. То есть вот как раз-таки на написании работы с селением. Ну, а вот это вот IDE, это же получается, я так понимаю, платная штучка. Нет, они есть платные, есть бесплатные. То платная больше для программирования нужна, бесплатная достаточно для того, чтобы автоматизировать и писать базовые вещи, базовый коп. То есть зайти на сайт? Ну, там есть комьюнити, и есть... Комьюнити эдишн, да, ибоа. Ну да, про-версия, которая за деньги и больше таких вот... Ну, вот скажу сразу, вот этой версии и комьюнити эдишн полностью достаточно для автоматизации. У него есть все дошло. Еще, может, вопросим? Ну, а мы будем рассматривать, когда оно все крашится, допустим? То есть мы отправляем и сайт, ну, поведение у него неадекватное. Как оно потом выводит все это? Вот сейчас вот как раз тест упал. Вот сайт открылся, интернет медленный, открылась верстка поехавшаяся, и вот он пишет, что вот что-то ему упал. А как он должен не верстка реализировать, если уходит по экспасу? То есть он очень приятно кивая элементы. Ну, сейчас я реально сейчас скажу. Почему или на то, не подтянулся. Ну, да, надо же интересно, когда он... Элемент is not currently visible. Ну, то есть он что сделал? Страница сначала загрузилась. Как взаимодействие с элементами? Да, я, наверное, скажу, происходит. Есть локатор, по которому он находит элемент. При этом, как это происходит? Он по локатору находит дом, модель сайта, и находит там этот элемент, где он находится, то есть его грубо говоря, x, y координаты. При этом только что сайт открылся, у нас он был весь поехавший, у нас этот элемент где-то был, где-то непонятно где. После того, как сайт прогрузился нормально, он стал как бы все окей, у нас этот элемент сместился. И вот он пытается как бы достучаться к элементу по этой координате и говорит, что элемента нет по этому. Элемент is not currently visible and so may not be interacted. Разве поиск... Ну, вот мы сначала погружаем с HTML, потом, например, там CSS и JavaScript, который делает его красивеньким. Но у нас же идет поиск к экспасу, который взаимодействует с HTML. То есть он самый первый подгрузился и мы его увидели до CSS. То есть, по идее, он должен найти... Он его в браузере не может кликнуть. А, да. А именно он находит. А кнопка, она разве не ссылка работает? То есть, что по идее, она должна быть... Ну, он сейчас... Сейчас я скажу, на чем он упал. Он упал... А, он упал вообще на... на Close. Вот. Click Close and Present. Как я говорил, он... Ну, здесь даже не потому, что она рано поехала, потому, что она не успела прогрузить вот этот Close. То есть, есть вариант, что оно начинает... Даже отжався. Когда отжався, мы делаем там специальные... Либо же тулы подключаем, либо же костыли, которые ожидают. То есть, мы можем кликнуть, там элемент какой-то... Там баг, страница как-то сместилась. Соответственно, элементы все посмещались. Во время обращения к элементу, оно, по сути, находит элемент и кликает его в тот же момент. Но при этом, если в момент клика страница движется, то ошибка может быть, что он съехал, потому, что он просто... Именно элемент найден, он его браузер не смог кликнуть. Сейчас он упал, потому, что Close.Icon. Клик. Я вначале говорил, да, у нас страница загружается, она не прогрузилась, на протяжении 5 секунд он будет пытаться кликнуть. Вот это вот. Строчка, да. Вот сейчас за 5 секунд, у нас там, пока она начала прогружаться, сначала криво, потом она собралась нормально. Вот он Close.Icon не смог кликнуть, потому, что она не появилась, не успела. При этом можно сделать это обернуть в строке. Что это даст нам? Мы говорим, попробуй сделать вот этот клик, Close.Icon.Click. Если что-то пошло не так, то есть, exception, любое исключение, то есть, если у нас что-либо пошло не так, то просто, например, выведи сообщение, No.Icon. Что-то пошло не так. Да, и при этом он не упадет, как сейчас, а он пойдет дальше себе выполнять следующие методы, то есть, следующее действие. То есть, он пробует кликнуть, если что-то пошло не так, нет элемента, не кликнул, или еще чего-то, то... То есть, если в течение 5 секунд, как у нас указано в следующем методе, ничего не происходит, то деск просто падает. Он не скипает этот степ, а просто упал и пишет нам консористом. Сейчас да, да. Если мы делаем try-catch, то он будет пытаться на протяжении 5 секунд кликнуть, потом выведет сообщение No.Icon и пойдет дальше выполняться. Вот. Может, можно... Может, кто-то хочет чего-то попробовать написать такое? Взять какую-то информацию откуда-то? Нет, мы можем хотеть узнать команды основные Selenio. Можем. Но я же поэтому и спрашиваю. Selenio вообще классная штука. Ну, я начну, наверное, тогда. Есть две части, да, у нас есть элементы и методы, которые позволяют работать с элементами, и у нас есть сам драйвер, либо же он как бы константа. Драйвер – это все то, что работает с браузером. Сейчас покажу. Вот. Мы можем написать драйвер. Что здесь есть? Сейчас призумить. Ну, код получается, вот это вот не получится. В принципе, вроде видно. Можно искать элементы через findbuy, то есть у нас конкретно есть какой-то элемент. Мы говорим, вот это это прайс. Можно делать это непосредственно в коде. Мы пишем driver.findElement by например, там ID. Указываем ID и у нас дальше то же самое можем делать. То есть какие-нибудь клик, клик, getText и так далее. Что еще можно делать? То есть можно делать расширять, сужать экран. То есть у нас есть менедж, тайм-ауты. Тайм-ауты это вот как тот пример имплистивает. Есть еще ожидание есть глобальное. Одну вот пять секунд мы поставили и он на каждом шаге будет на протяжении пяти секунд пытаться выполнить. Есть для конкретного элемента. То есть дождись, дождись, что этот элемент, пока этот элемент не появится. И там свой можно тайм-аут ставить, например, 30 секунд. Мы нажали какую-то кнопку, у нас идет какой-то загрузка, 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 на протяжении 30 секунд он будет ждать, что чего-то появится. Вот. Работа с окном. то есть больше, меньше его делать. По-моему, там еще есть даже. Да, кэтсайз. То есть он берет собственно текущее разрешение не экрана браузера. Вот. Сэтсайз. Так же само можно передать ему конкретное расширение. Открою в этом тысячу двадцать четыре на семьсот шестьдесят пять. например. Вот. Add cookie. То, о чем я говорю, можно добавлять в cookie. То есть вот если нам нужно поставить какую-то cookie, мы можем его добавить. Так же само можно и взять все cookie. Вот есть вот собственно следующие методы не все работы с куклами. Удали все cookie. Удали конкретную cookie. Удали cookie, которая тоже опять же конкретную просто там разные типы данных передаются. И достань cookie. Либо же все, либо же это у нас manage. Вот. Навигация здесь есть как на страницу на конкретную, так и например можем симулировать назад вперед. И refresh. То есть мы зашли на какую-то страницу, чего-то проверили, нужно вернуться назад. Мы просто называем driver navigate back и он вернется назад. Либо же refresh он перезагрузит страницу. Нет вот касательно возможностей именно пока с браузером работаем. get current url возвращает текущую url. Get page source вернет весь html. То есть вот то, что я открывал f12. Есть сама разметка страницы, можно ее всю достать и проверить, что в ней какие-то нужные части есть. get title get title вот на том же lx у нас есть доска объявлений lx сайт частных объявлений. Чтобы не дернуть его там какого-нибудь html то есть мы дернем конкретный метод который за нас уже написан. Да, мы можем достать html взять ее распасть и вытащить этот title. есть уже готовый get title который вернет этот title. При этом page source тоже можно достать. Работа с окнами. Есть возможность если мы например кликаем на какую-то кнопку у нас открывается второе окно. Вообще изначально веб-драйвер будет пытаться работать с тем первым окном в котором мы работали. Но есть возможность также переключиться между окнами и между даже табами. То есть у нас может в новой табе открыться не в новом окне можно так же само переключиться на новом табу. Можно открыть два инстанса но это уже нет просто вызываются два драйвера открываются два браузера при этом браузеры даже могут быть разные у нас сценарий какой был например есть пользователь один пользователь он логинится в одном браузере с чистой сессией потом в другом браузере этот же пользователь логинится и в первом браузере его в первом обновляется страница и проверяет что пользователь вылогинен а в пределах одного браузера если просто в новом табе открывать так ну там сессия а там сессия же у нас один браузер как только пользователь залогинился в браузере сохранились куки если мы откроем новую вкладку пользователь будет уже залогиним то есть либо это надо это приват это только приватно нет только только в приватном окне куки могут работать в пределах одной этапы если мы рима браузере не приватной сессии обычной сессии я не знаю таких приложений, которые ограничивают на одну табу. Сейчас у Firefox одна штучка появилась. Это в 57-й версии войдет. Там 4 варианта. Работа, дом, покупки. То есть он запускает в разных, грубо говоря, контейнерах. Они между собой не должны пересекнуть. Как они отмечают принцип, что разные. Смысл не в разных браузерах проверить, а проверить, что если пользователь залогинен в одной сессии, если в другую сессию он логинится, то эта сессия закрывается. С чистыми куками он должен. Не важно. Если даже есть возможность в новой табе открыть сессию с чистыми куками и залогиниться там, то можно приватно открыть две табы и сделать. А тези, которые по разным правам идут параллельно или последовательно? То есть мы открыли-залогинились в одном, открыли-залогинились в другой, делаем что-то в другом, параллельно проверяем, что с первого. Нет, в одном тесте можно все делать. Просто в одном тесте он изначально перед, ну чаще всего как делается, перед стартом теста стартуется браузер, а дальше как бы начинается тест. Вот у нас браузер стартанулся, начался тест, а в тесте мы уже стартуем еще один браузер. И говорим вот, ну здесь можно вызовы тоже, кстати, посмотреть. Settings New, Create New Instance, например, да, и выбираем там Chrome, Firefox, создаем еще один instance, открывается второй браузер. И, а дальше мы уже можем переключаться между контекстами, между браузерами. Вот, ну как я говорил, да, мы можем как открыть браузер, если мы вызовем New Web Driver, он уже как бы проинициализирован, да, переменная Driver, то есть браузер как бы открыт уже. Его можно так же само закрыть. Есть Quit, есть Close. Ну Quit, он вообще полностью убьет процесс, а Close, он в принципе закроет браузер, но, по-моему, можно открыть в этой же сессии, по-моему, с этой же сессией, с этими же пуками. Switch2, вот еще один момент, у нас есть iFrame, кто знает, когда у нас есть сайт, например, внутри сайта еще часть какого-то, подключается часть какого-то другого сайта, либо же таблица может, например, быть, у меня последний случай был на проекте. У нас есть отчеты, мы генерируем отчет и внутри iFrame подтягивается таблица с другого сайта, с результатами. Это тоже можно, то есть, если мы, в принципе, обратимся там, возьми с таблицы значение, просто оно не возьмет, но у нас есть Switch2, который позволяет переключаться между, ну, то есть, внутри HTML, зайти, сейчас можно глянуть, что здесь конкретно. Основные это Frame, то есть, мы можем зайти на страницу в iFrame и переключаться между ActiveElement, а, вот это как раз между табами, когда у нас есть возможность, есть две табы и у нас есть два разных контекста. Мы можем переключиться, есть ActiveElement, то есть, переключиться туда, где на текущий момент активный элемент. То есть, если мы открыли чего-то в новой табе, у нас там активный элемент, мы говорим Switch2 ActiveElement на текущий момент. А, что значит активный элемент? Ну, то есть, элемент, который, с которым можно взаимодействовать на текущий момент. Вот. И здесь вот, как раз как я что говорил, Frame и Window, переключение между окнами и зайти вовнутрь фрейма. То есть, если нужно зайти в таблицу, я говорю, Switch2Frame, название фрейма, и дальше он будет взаимодействовать элементами, которые внутри этого фрейма. При этом нужно не забыть переключиться на дефолт контекст после работы с фреймом, вот есть дефолт контент, потому что, если мы внутри айфрейма чего-то проверим, потом захотим проверять чего-то на сайте, оно упадет, ему нужно переключение на контент, который как раз таки основной. Вот. Ну, это вот основные самые-самые вещи, да, по работе с браузером. Теперь с элементом. Опять же, это все стандартные вещи, без всяких там дополнительных оберток, без дописываний. Есть еще библиотеки, которые позволяют там drag and drop то, что я говорил делать, да, мы нажали здесь, зажали какой-то элемент, перетянули его там сюда. Ну, когда есть две таблицы, мы с одной в другую перетягиваем. С элементами что можно делать? Это вот можно кликнуть. Можно send case отправить как текст, так и симулировать в принципе любую кнопку на клавиатуре. Можно внутри данного элемента найти еще какой-то элемент. Когда нужно, например, у нас есть какая-то либо таблица, либо же блок какой-то, а внутри этого блока еще какие-то элементы. мы можем вот у нас есть, ну, здесь close icon, да, внутри нее ничего не будет. Например, если мы проверяем, что есть блок в одном сценарии, во втором сценарии нужно проверить, что внутри этого блока есть еще какая-то кнопочка. Можно написать там блок.findElementBy, то есть внутри этого блока найдется какой-то элемент и уже он будет взаимодействовать с элементом именно внутри данного блока. getText можно взять текст, мы это делали здесь. getAttribute тоже делала здесь, он брал атрибут HTML, то есть мы доставали ссылки. Как раз в тесте он доставал название, доставал цену и доставал ссылку. clear, то есть в input'е можно сделать clear, если мы что-то написали, то можно стереть. можно backspace стереть, но это такое, можно вызвать clear, он сразу все содрет. getCSS value findElements, это он тоже будет находить не элементы, просто если там много элементов с одинаковым локатором. getLocation вернет xy, ну то есть есть какой-то элемент, там нужно определить, где он находится. Можно вернуть его xy, можно размер элемента взять, проверить элемент есть или нет на странице isDisplayed метод. isDisplayed он как бы хитро работает, очень часто я кстати задаю вопрос к людям на собеседовании, так как вы проверьте, что элемента нет на странице. И многие говорят, мы вызовем isDisplayed, но по факту вот у нас, когда мы вызываем вот эту вот строчку, closeIcon.isDisplayed что здесь происходит? Он сначала делает, он сначала находит closeIcon, ему нужно найти ее, а потом вызовется метод isDisplayed, который вернет true или false, да или нет. При этом, если у нас closeIcon есть в HTML, но у нее стоит, например, атрибут displayNone, то, что мы говорили, он ее найдет и не упадет с тем, что ее нет, а isDisplayed вернет false. Но при этом, если у нас нет closeIcon вообще в HTML, то тест упадет, потому что не выполнится ни isDisplayed, он до него не дойдет в принципе. Сам элемент closeIcon не проинициализируется. И это нужно понимать, как бы, да, если мы проверяем, что элемента нет на странице вообще, то isDisplayed не поможет. привязка классом, локаторы, локаторы вот такие могут быть и там привязок, ну мы находили локаторы на элементы, на которые вообще динамические, нет ни одной привязки. Там можно делать привязку по предыдущим элементам, да. Снова есть какой-то элемент с какой-то статической, визуальной, да, статический, либо класс статический, либо ID-шка у него есть, либо это ТР, ну разные эти самые, нет, атрибуты, теги, разные теги. ТР, в котором есть там ТД, а в ТД есть А, и мы знаем, что вот эта вот А, у нее там есть какая-то ссылка, возьми нам эту ссылку. То есть привязываться не к одному элементу, а к нескольким элементам. Ну это можно реализировать. Да, то есть вообще с динамическими элементами можно знать, ну практически любой элемент. И кроме лока, куда он может эту информацию отправлять? Может, как я сказал, в TXT может формировать сразу, ну, ну, док тоже не имеет смысла, потому что тот же TXT, таблицу. Вопишку какую-то написать, чтобы он вопишкой послал. Может вопишку, может HTML даже генерить. Я делал когда-то тоже спор информации, и на выходе генерится HTML-ка своя, как бы, со всеми, со всеми результатами. Где можно так же само сортировать, там, и там свои даже фильтры прописать. То есть это просто как бы твой красивенький отчет? Да, 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 да. Это, ну, в случае, если, например, тест запущен там на трагон там 5, 10, там, 15 раз, чтобы собрать какую-то дату или за один тест. Не, ну, можно, можно как угодно. Я понимаю, ну, вот вы говорите, что вы это делали. В каком случае, как на один тест, или, например, на сутки? Не, ну, у меня там тест был, который шел, он много-много информации собирал за раз, но при этом там, что было предусмотрено, потому что тест, например, гонится 2 часа. Если что-то там где-то зависло, как сейчас, то тест упадет, это не очень хорошо. Там были три кетчи, то есть он гонит его, там что-то подвисло, у него что-то не получилось, он идет в кетч, еще раз это же самое пробует делать. То есть, на такие моменты, грубо говоря, костыли, которые помогали добиться стабильности на протяжении 2 часов, он все собирал, потом генерил HTML, ну, тут же она пишется, как бы, да, формируется. Мы там даже для отчета подключали и Google скетчарт, тоже там. Ну, есть кусок кода, который отвечает за Google чарт, мы туда подставляем значение и нам статистика прохождения тестов генерится, так же само, по окончанию выполнения всех тестов. Такой туда больше композиционный вопрос, вы говорите, что тест длится 2 часа, что эти 2 часа делаете вы? Точно. Пока работает, ну, смотри, как прогоняет тест. Нет, это не в цели работы. Беру второй ноут и пишет другой тест. Нет, на самом деле, если мы говорим о работе KeyAutomation, отличемся от бота. Тесты не бегут 2 часа, там, тест бежит 5 минут, да, это там, это уже, уже много, вообще там минуту, 2 тест бежит. При этом, понятно, если у нас 100 тестов мы хотим 100 прогнать, это будет 200 минут, но у нас есть параллельный прогон, мы можем загнать это до 5 потоков на одной машине, а если у нас есть виртуальная машина, мы можем, у нас тесты в 15 потоков гоняться. Потом, когда тесты гонятся, мы не сидим, да, мы не смотрим на эти тесты, мы дальше, ну, что вот еще делает автоматизатор, не только пишет тесты, он их еще поддерживает. То есть, у нас есть приложение, которое каждый день дописывается, и тесты, которые проверяют все-все-все это приложение. При этом, если что-то дописали, понятное дело, что тест может падать, потому что, ну, две причины падения, либо же там чего-то написали одно, и при этом поломали что-то старое, это баг, да, либо же дописали что-то новое, или там изменились требования на старое, это тогда требует апдейта теста, то есть, поменять тест. Вот, и что делает автоматизатор, он может прийти утром, там 10 тестов падает. Он смотрит, разбирается, почему они упали. Дальше, если нужно поменять тест, он меняет один тест, нажимает run, он у него run и цену нас два моника, да, я там перевожу на второй монике, и дальше смотрю, разбираюсь во всех остальных. Потом смотрю, у меня результат там саксесса, прям все, хорошо, убрал, как бы. Ну, то есть, параллельно это делается, пишется код, и run за тест. Еще, может, вопрос? Если мы говорим о работе на проекте, есть то, что я запускаю руками, вот этот run делаю здесь. Это, это вот, как пример просто, потому что уровень людей разный, да, показывать все и сразу, то есть, мы это частично будем затрагивать на курсах. Есть еще специальные системы, которые автоматически могут тесты запускать. есть сервис, который запущен, есть у него веб-интерфейс, и там мы создаем определенные билды, которые, сборки, определенные сборки, которые могут собираться автоматически, например, там, либо же автоматически, либо же руками, в любое время, могут зависеть. Например, у нас есть приложение, как только, ну, приложение как-то попадает на протакшн, то есть, как-то попадает к конечному пользователю. Например, после того, как приложение, ну, это происходит с помощью деплоя, называется, кто знает, кто не знает, есть код, этот код деплоится на продакшн. Это все происходит чаще всего как раз через Jenkins, и автоматически можно сказать, что после того, как код ушел на продакшн, запусти тесты и проверить, что все хорошо. Ну, либо же не на продакшн, либо же на какое-то среду окружения, на какое-то окружение, которое до продакшна находится, тестовое окружение. Можно это еще больше автоматизировать. Не просто пишем скрипт и запускаем когда нам нужно, а пишем скрипт и говорим запускайся каждую ночь. Еще, может, вопросы? Семейство, получается, селениума, он же, вы говорите, на джаве есть и на PHP. В чем там отличие? Фактически никаких, методы у них нет. Я не говорил, что он есть на PHP. Но он есть на PHP. Да, я же хочу как раз показать, на чем он есть и на какие браузеры. Вот, кстати, именно API, то, что я показывал, работа с браузером, работа с элементами Java, C Sharp, Ruby, Python, JavaScript. А, по-моему, тут ниже будет. Вот, third-party language not developed by Selenium. Ага, есть основные языки, которые поддерживают Selenium. Это вот они, Java, C Sharp, Ruby, Python, JavaScript. Но есть еще языки, которые поддерживаются уже, как бы, людьми, которые, ну, инициатива, которых есть, это делать, да, под разные другие языки. Из языков, это вот, Perl, PHP, Objective-C, JavaScript, ну, и все. тут еще, есть вообще, не слышал. Вот. Это языки, программирование. Также браузеры. Mozilla, Google Chrome, Opera, Edge, Ghost Driver. Это, как раз-таки, эмуляция действий без открытия реального браузера на уровне HTTP запросов. То есть, такая штука тоже есть. HTML Driver, это что-то подобное, но он, как бы, старый. Сейчас, чаще всего, там Ghost Driver используют. Safari, то есть, вот это, грубо говоря, как в браузерах можно, так и на уровне запросов. То есть, без открытия реального браузера он будет эмулировать тоже нажатие там в различных кнопах. Safari, Windows Phone, Cylindroid. Ну, здесь дальше уже начались тоже сторонние библиотеки подключаться. Тот же Appium, это для мобильной автоматизации. Он, как бы, наследует, у него база Selenium, но при этом он там дописывает свои какие-то определенные вещи. То есть, Selenium, как бы, как бы, база изначально была для веб-автоматизации, сейчас уже сделали и мобайл, и десктоп-автоматизацию тоже на базе Selenium. То есть, вот Appium и Venium Desktop, это уже Venium для десктопа, Appium для мобильной автоматизации будет использоваться. А через сайты или... Нативные приложения в том числе. А через Cylindroid от Appium отличается, например, или iOS-драйвер от Appium? Ну, iOS-драйвер на iOS, а Cylindroid на Android, а Appium и там, и там. Ага. То есть, он просто более универсальный получается. Ну, то есть, там метод, например, мы говорим элемент.клик. У нас есть тесты для нативных приложений, мобильных нативных приложений, которые... У нас в приложении точно одинаково выглядят и одинаковый функционал и на Android, и на iOS. Если мы говорим, да, о написании теста и какой инструмент выбрать, то тоже стоял выбор. Есть отдельные инструменты для автоматизации Android, это не только Cylindroid, есть там еще... В общем, есть еще инструменты, тоже хорошие. Есть инструменты для автоматизации iOS. Но при этом, если автоматизировать на разных инструментах, это будут, грубо говоря, два разных теста на один и тот же сценарий. При выборе Афима, на котором мы остановились, мы пишем один сценарий и просто подставляем разные локаторы. То есть, у нас локаторы хранятся отдельными константами. Есть скрипт, который говорит, зайди, открой приложение, залогинься и там проверь чего-то. Скрипт одинаковый, при этом просто разные... Если мы запускаем iOS, он возьмет локатор для iOS. Если запускаем Android, возьмет локатор для Android. А это не для задержки между запросом и запросом и запросом прорабатывать? Ну, у него вообще изначально встроены даже вот при загрузке страницы изначально встроено ожидание полной прогрузки. При этом есть вот Implicitivate, как я говорил, да, мы можем кликнуть, потом нажимать, например, на следующую кнопку она не появилась. Implicitivate может на протяжении пяти секунд он будет пробовать. Если на протяжении пяти секунд не появилась, тогда как бы упал. Либо же делать, если у нас какое-то место хитрое, может быть две секунды, так и сто две секунды, и это нормально. Мы можем сделать ожидание не по всему сайту сто секунд, а мы можем сделать ожидание на конкретный элемент. То есть кликни, потом дождись, что появился элемент, а потом дальше работай уже со следующей. А для нативных это же самое. Вот я вижу десктоп для винды. Винниум десктоп вот этого, да. А для мака есть? Что-что? Для мака есть. Ну, сафари только. Для мака... Для мака... Ну, здесь в рамках вселениума... Вообще есть пулы, которые это делают, но в рамках вселениума по-моему такого нет. Есть сафари, которые на маке гонятся, но это брал все равно, а иммунитивных... Вот. Ну, такой как бы общий урок, да, на котором... Не урок, а... Лекция, да, на которой в целом хотелось показать, что... Что такое автоматизация, помимо стандартных способов, то есть, помимо автоматизированного тестирования, как можно еще использовать средства автоматизации, то есть, в личных целях в том числе. ну, и в целом ознакомить вот с такими инструментами, как селениум, сказать, что он может. Ну, всем спасибо тогда, если вопросы есть, еще можно подходить. Спасибо, это было круто. Как бы, такое сейчас небольшое объявление. Сам курс стартует после Нового года, когда Антон уже выходит, уже с отпуска закрывается свои командировки и уже будет доступен. То есть, он сейчас поделится только частью своих знаний, а полностью он уже есть потенциал может раскрыть этого курса. Это обзор был, да, румая. Квей автоматизации на курсах. Да. Все желающие можете подходить, записываться на этот курс. Сегодня будет скидка, если кто будет запишется. Так, курс стоит 6 тысяч рублей полностью, а сегодня стоит 5500 полностью рисков. Курс длится два с половиной месяца. Идет Антон Сирота. Спасибо.